Привет! Кирилл Масленников, Пулковский астроном, ведущий научно-помулярного канала QWERTY. И мы начинаем сегодня наш ролик в несколько необычном месте. У нас уже был ролик о Пулковской обсерватории, и вы, наверное, помните, что Пулково, как и любая настоящая обсерватория, это замкнутый уединенный научный городок, где есть и жилье для ученых, и маленький магазинчик, и маленькая поликлиника, но есть и свое собственное уникальное астрономическое кладбище, знаменитое Пулковское кладбище астрономов, на котором похоронен и основатель обсерватории Василий Яковлевич Струве, Вильгельм Фридрих Яковлевич Струве и многие-многие поколения астрономов, которые после этого работали в Пулкове, тоже находили свое последнее пристанище на этом сладбище. А зачем мы сюда пришли, это вы скоро узнаете. Очень многие из тех, чьи имена на надгробьях, окружающих нас, мне хорошо знакомы. Здесь все мои учителя университетские, здесь многие мои коллеги. Остановиться я хочу сначала вот здесь. Вообще-то это не то место, ради которого мы сюда пришли, но я не считаю возможным его обойти, к тому же оно будет связано с нашим дальнейшим разговором. Это так называемый кенотаф. Это означает, что здесь никто не похоронен. Это просто памятный знак, надгробие, которое установлено на том месте, где все эти люди работали, и откуда они были увезены в тюрьмы, в лагеря, откуда никто из них больше не вернулся. В 1936-1937 году, во время сталинских чисток, случилось знаменитое Пулковское дело, в процессе которого, пожалуй, три четверти сотрудников в оператории, постигла вот такая вот страшная судьба. Нельзя не вспомнить сейчас об этом, не остановиться здесь и не подумать немного, что тогда было. Все эти люди достаточно близко к нам. Мы видим их работы, мы знаем их имена, мы понимаем, что все это непосредственно близко к нашему времени. Борис Петрович Горисимович, директор обсерватории, возглавляет этот список. Он был крупным астрофизиком. Видите, некоторые даты здесь не проставлены, вместо них точки. Мы даже не знаем, где именно эти люди, когда нашли свою смерть. Я пытаюсь найти слова, которые могли бы выразить мое отношение к тому, что тогда с нами происходило. Я хочу сказать это совершенно прямо, потому что я знаю, что сейчас многим, может быть, не понравится то, что я скажу. Я хочу сказать, что в это время нашей страной руководила кучка мерзавцев и убийц. И это отрицать нельзя. Вот это свидетельство моих слов. И вот, что я хочу заодно, кстати, сказать. Посмотрите сюда. Это надгробие было украшено листами блестящего металла. Скорее всего, была бронза. Но посмотрите, что от этого осталось. Какие-то мерзавцы и сволочи пробрались на это кладбище для того, чтобы срезать этот металл для каких-то своих нужд. Я хочу сказать, что это те самые сволочи из той же компании, что и убили этих людей. Это одни и те же люди. Физически это разные люди, но это из одной команды, это из одной банды, из одной шайки. Вот посмотрите, они сейчас живы и продолжают действовать. А теперь пойдемте дальше. Здесь есть еще одна могила, собственно, о которой я и хотел сегодня поговорить. Перед нами надгробие знаменитого пулковского астронома Николая Александровича Козырева. Я хотел поговорить о Николая Александровича, об его удивительной судьбе, об его научной работе. Из всех пулковских астрономов на широкому слуху среди широкой общественности, и научной, и околонаучной, больше всего, наверное, знаменитое имя Николая Александровича. Его работы, овеяны таким ореолом, с одной стороны, таким, я бы сказал, романтическим, с другой стороны, несколько скандальным. И граничат с такими вещами, о которых в научном мире говорить не принято. Я подумал, что не следует этого бояться. В конце концов, говорить можно обо всем. Важно, как говорить и каких принципов при этом придерживаться. Итак, Николай Александрович Козырев пришел в Пулково в начале 30-х годов. Специалист первого разряда, тогда это называлось. Он пришел в Пулково вместе с Виктором Азатовичем Абурцумяном. Тоже очень известное в астрономии имя. У Виктора Азатовича судьба как раз была значительно более счастливая. Он стал президентом Академии наук Армянской СССР, знаменитым астрономом, основателем знаменитой бюроканской обсерватории в Армении. Вообще тогда в Ленинграде собралась плеяда блестящих астрономов и физиков. Среди них были известные всем имена, как Лев Ландау, как Георгий Гамов, как Матвей Бронштейн. Это все была одна компания. Они все общались, они дружили. Вот Абурцумян и Козырев вместе поступили в Фулковскую обсерваторию. Вместе стали здесь работать. В молодости они оба были, я бы сказал, хулиганами. И вокруг них вечно была какая-то такая движуха веселая и немножечко скандальная. Например, известна легенда о том, что молодые Абурцумяны Козырев ходили в обсерваторию пешком. И ходили они от того места, где рядом с Московским проспектом находится Чесменская церковь, а при ней такое длинное желтое здание – это Чесменская богодельня, приют для престарелых тарушек. Молодые Абурцумяны Козырев ссутили, что когда они идут пешком оттуда к Пулковской обсерватории, это у них называлась прогулка от богодельни до богодельни. Так вот, такие шутки, конечно, они не могли понравиться многим в обсерватории. Между ним и Борисом Семеновичем не сложились отношения, у них вечные были какие-то тёрки. Но это бывает и сейчас. И при Минишких директорах постоянно бывают тоже такие же истории. В общем, дело, как говорится, житейское. Дальше случилась вот эта ужасная вещь. Николай Александрович попал под ту же самую раздачу. Он был тоже арестован вместе со всей вот этой вот верхушкой Пулковской обсерватории. Дальнейшая его жизнь овеяна целым облаком невероятных легенд. Теперь уже трудно понять, что было легендой, а что было правдой. Взяли его, например, вообще, что называется, увели его с вечера танцев. В честь годовщины Октябрьской революции в Доме учёных был бал. Николай Александрович был видным, красивым молодым человеком. Он танцевал там с кем-то. И в это время к нему подошли и попросили пройти для выяснения каких-то обстоятельств. Он, по-моему, спросил, подождите, мне надо отвезти даму на место. Ему сказали, ничего, ничего, даму проводят без вас. Больше он не вернулся ни в обсерваторию, ни домой. Вот дальше начинается история его заключения, которая описана в нескольких источниках. Эти истории попали в знаменитую книгу самого Шестовского «Эшелон», в которой целая глава посвящена Козыреву. И даже в архипелаге ГУЛАГ Солженицына тоже какие-то истории о Козыреве туда попали. Дело в том, что, попав в тюрьму, он не прекращал работать. Это кажется невероятным. И на самом деле совершенно непонятно, как в этих условиях можно работать. Вообще-то, он был теоретик-астрофизик в это время. То, что он успел сделать до ареста, само по себе довольно большая вещь. Он занимался теорией звездных атмосфер. Делал это одновременно со знаменитым Суправанином Чандрасикаром, который делал то же самое на Западе. Он успел чуть раньше, чем Чандрасикар, построить теорию протяженных звездных атмосфер, чему и посвящена его первая большая работа 30-х годов. Так вот, когда он находился в Дмитровском централе на пересылке, он продолжал работать. Не знаю, как он мог записывать то, что он делал, но думать продолжал. Ему остро была необходима серия данных и формул, которые были напечатаны вообще-то в общеизвестной астрономической литературе. Вы сами понимаете, как можно рассчитывать получить такую литературу, находясь в Дмитровском централе. И вот дальше вот эта фантастическая история, которая описана и у Солженицына, и у Скловского, и у Дадаева. Однажды у них там, видимо, была выдача книг из тюремной библиотеки. Можете себе представить, какие книги были в тюремной библиотеке? Вдруг ему из этого окошка, куда эти книги им совал надзиратель, выпал, чтобы выдумали, знаменитый пулковский курс астрофизики и звездной астрономии, который как раз был необходим. Он подумал, что ему это снится, схватил этот курс и в течение целой ночи он его читал и пытался запомнить то, что ему было нужно. На следующий день курс отобрали, хотя вообще-то книги выдавались на неделю. И вот говорят, что с этого момента Николай Александрович уверовал в Бога. Я говорю это совершенно серьезно. Еще один тоже совершенно документальный факт. Освободился Николай Александрович. В 47 году, отсидев 10 лет, он защитил докторскую диссертацию через три месяца после выхода из заключения. Из этого следует, что он успел все написать, находясь в заключении. После истории с пулковским курсом его посадили в Харцер. Вроде бы посадили его потому, что он продолжал ходить по камере, обдумывая свои мысли, идеи астрофизические. Трое суток карцер ему дали. Карцер представлял собой ледяное неотапливаемое помещение. Непонятно, как вообще он выжил. Он в какой-то момент почувствовал, что к нему приходит какое-то тепло. Он чувствовал, что его внутренние силы его организма прекратились, но какое-то тепло все-таки он при этом почувствовал. И, видимо, отсюда у него начались раздумья о том, какая природа энергии и что могло послужить для него источником энергии вот в этой абсолютно невероятной безнадежной ситуации. И вот тут мы подходим к этому интригующему, не совсем такому, я бы сказал, не совсем безопасному моменту, который связан с его именем теперь в истории астрономии. Он пришел к выводу, что эта энергия, это тепло, которое вот он тогда почувствовал в карцере, как и не в том числе связана с энергией времени. Вообще, конечно, вопрос о времени один из самых загадочных, один из самых волнующих вопросов для естествознания. Что такое время? Какова его природа? Как оно течет? Николай Александрович как раз отталкивался от того, что, с его точки зрения, энергия звезд не может питаться теми источниками, которые общепринято считались таковыми. В это время уже была развита теория о том, что в недрах звезд происходят термоядерные реакции, которые дают энергосвечение звезд. Вот тут, видимо, сказалось как раз то, что Николай Александрович все-таки был на долгое время, на 10 лет оторван от текущей науки, от текущих публикаций, от новых фактов, которые появлялись в этой области. Его расчеты не совпадали с теорией бета, которая тогда вот описывала источники звездной энергии. На этом основании он и заключил, что источник энергии должен быть другой. И вот, поскольку его мысли были связаны с периодой времени, он заключил, что как-то это связано именно с течением времени, что само время дает энергию для горения звезд. Я хочу сразу сказать, что сейчас мы знаем, что это не так. Теория термоядерных реакций в недрах звезд получила множество веских подтверждений. Выводы Николая Александровича о том, что ее не хватает для горения звезд всей последующей физикой вот 60-х, 70-х и 70-х годов были опровергнуты. Это сейчас одна из наиболее подробно разработанных и хорошо обоснованных астрофизических теорий. Выводы теории должны опираться на эксперимент. То, о чем я собираюсь говорить дальше, основано уже на экспериментальной базе, которую он пытался подвести под свои исследования. Но об этом мы поговорим немного дальше, когда увидим замечательный портрет Николая Александровича, висящий в нашей библиотеке-обсерватории, написанный одним из его почитателей и, может быть, последователей. Мы в библиотеке Булковской обсерватории. Вот портрет Николая Александровича, исполненный художником Ткаченко, здесь он, конечно, предстает в таком ярком виде. Но давайте вернемся к энергии звезд. Современная теория нуклеосинтеза в недрах звезд все хорошо описывает. Вообще с этим связано много интересного. Профессор Санкт-Петербургского университета, Федор Саджиевич Иванов, один из моих учителей, он заметил, что мощность энерговыделения Солнца примерно составляет 2 эрга на грамм в секунду. Вряд ли это кому-то что-то говорит, потому что сейчас мы не привыкли в эргах измерять, привыкли делать это в джоулях. Но я вам скажу, что мощность энерговыделения человеческого тела 10 тысяч раз выше. Мощность энерговыделения человека примерно соответствует мощности 100-ваттной лампочки. 2 эрга на грамм в секунду, это как тот же Федор Владимирович Иванов замечает в своей статье, это примерно как хуча прелых листьев у нее такая мощность энерговыделения. В взгляду Николая Александровича на энерговыделения в генерах звезд, поскольку они были отягощены такой вот тенденцией, он принялся искать ее доказательства в множестве разнообразных экспериментов. Вот тут начинается то самое рискованное поле, которое может увести нас далеко во всякие торсионные поля и прочую ерунду. Давайте говорить о экспериментах. Николай Александрович проводил эксперименты здесь, в Пулкове, в подвале. Была его лаборатория. Он принялся взвешивать крутильные весы, взвешивать гироскопы. Идея о том, что энергия рождается ходом времени, была связана с общей идеей асимметричности Вселенной. Потому что ход времени не симметричен. В других явлениях природы тоже иногда наблюдается асимметрия. И идея Николая Александровича была в том, что асимметрия хода времени связана с общей зеркальной асимметрией Вселенной. Если обратить время вспять и уйти в зазеркалье, то получится такой вот параллельный мир, где правое меняется на левое, а плюс хода времени меняется на минус. Если нам что-то и должно быть интересно, это подтверждение вот этих вот философских идей экспериментами. Эксперименты были, как я уже сказал, двух родов. Вот один из них – это эксперименты с крутильными весами и с взвешиванием гироскопа. Когда, грубо говоря, получалось, что если вы закручиваете гироскоп в одну сторону, то вес получается один, а если в другую сторону, то вес получается другой. Мы вместо приемника используем крутильные весы. И дальше Николай Александрович утверждал, что он может воспроизвести следующий фантастический эффект. Он наблюдает звезду при закрытой крышке телескопа. Это, грубо говоря, как я бы стал фотографировать вас, но забыл бы снять колпачок с объектива. И при этом в фокусе моего зеркала он получает реакцию крутильных весов, как будто бы они получают некий энергетический импульс. При этом эта реакция происходит не только в фокальной плоскости, но еще в двух точках по обе стороны от вот той точки, о которой я сейчас сказал. И эти две точки, в которых еще происходит реакция крутильных весов, соответствуют, одна из них, тому положению, которое звезда имеет в этот момент времени мгновенно, то есть без учета скорости распространения сигнала, которая равна скорости света. А другая точка еще более удивительная. Эта точка соответствует той точке, где, оказалось бы, звезда, если бы мы послали световой сигнал из телескопа на звезду. То есть в интерпретации Николая Александровича это выглядело так. Вот эта точка настоящего, эта точка, где звезда находилась в прошлом, а эта точка, где она будет находиться в будущем. Из всех известных мне данных можно сделать совершенно определенный вывод. Эти эксперименты проверялись, эти эксперименты не подтвердились. Множество дополнительных эффектов, которые то проявляются, то нет, и достаточно чистой работы по устранению этих ошибок проведено не было. Воспроизвести эти эксперименты сейчас никто разумно не может. Поэтому говорить о том, что эта теория вышла из разряда гипотезы и стала теорией, нельзя. Это моя точка зрения, это точка зрения современной физики и астрофизики. А тем не менее, Николай Александрович остался вот такой исключительно интересной, яркой, фантастической фигурой в истории нашей науки и в истории России, может быть. Анна Андреевна Ахматова, которая была с ним хорошо знакома, ведь он в заключении был с ее сыном, с Львом Гумилевым. Так вот, Анна Андреевна Ахматова называла его «Солнечный миф». Я его видел только один раз в жизни, мы не были с ним знакомы, я видел его на лекции в Доме композиторов почему-то. В это время я еще не работал в Пулкове, это было в начале 70-х годов. И действительно, я помню, что он производил на аудиторию магнетическое, очень сильное, яркое впечатление. Он был очень, скажу, собой, он производил впечатление очень энергичного, сильного, красивого и, конечно, умного человека. И оратором был блестящим, аудитория слушала его, затаив дыхание. Хотя аудитория была, я уже говорю, непрофессиональная в этот раз. Николай Александрович был серьезным ученым. Я не собираюсь сейчас связывать то, что он сделал, с какими-то, ну, явно спекулятивными и лженаучными, скажем прямо, вещами, которые сейчас как-то округают его работу. Все, что мы можем сделать, это для того, чтобы доказать, что он был неправ, повторять эти эксперименты и показывать, что наблюдаемого эффекта не существует. Это нормальная научная практика. Если вам показался интересным этот рассказ, то я приглашаю вас подумать о том, о ком еще из наших ученых вы, может быть, хотели бы послушать. Это касается и астрономов, и астрофизиков, и физиков. Мы будем рады это для вас сделать. Подписывайтесь на канал. До свидания. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok